Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос Фиксович, и сегодня мы вместе с вами не будем играть в FIFA 23, а попробуем E-Football 2024. Ребята, которые уже хотели, опробовали эту игру, а я немножко с опозданием, но все же тоже решил попробовать новиночку от японцев. Последний раз я даже не вспомню, когда заходил в этот самый E-Football, aka Pro Evolution Soccer. Никакие обзоры не смотрел, понятия не имею, что из себя представляет эта игра, насколько сильно она изменилась с моим последним заходом. Залетаем вместе с вами и смотрим. Лео Месси на обложечке E-Football выглядит стильно, красиво. Эээ, кто спиздил мой никнейм, признавайтесь, блядь. Да еще FXFX спиздили, да в охуели, блядь. Ладно, Panda FXFX 228, ну такое же не спиздили. Сразу замечу то, что игра очень долго грузится, всякие обновления, какие-то галочки поставить нужно. Ну а пока, друзья, игра грузится, хотя забыл вам напомнить о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Pari, на сайте у которых вы можете делать ставочку на абсолютно любой вид спорта. А еще вы можете получить бонус, это фрибет на Касаре, если вы пройдете верификацию до конца. Не забывайте, что у них есть также удобнейшее мобильное приложение, а все это добро вы можете найти по закупленному в комментариях. А если, друзья, вам нужна новая EAFC на ПК, на PlayStation, на Xbox, да вообще на любую платформу, плюс подписчики, все это добро вы можете найти по ссылочке в описании. Приветствуем вас в EAFootball2024. Посмотрите, как Лео Месси смотрит на меня, господи, какой взгляд, пугает немножко. Так, бонус за вход нам дают, спасибо. Приветствуем набор, спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Можно как-то все это сразу скипнуть, блядь. Да, пожалуйста, можно уже войти в игру, я вас прошу, блядь. Сколько можно? 99 и рейтинг, 99, 98. Ребята, вы знаете, в чем парадокс? Вот люди говорят, в конце там FIFA 23 неинтересно играть, у всех рейтинги 99. Блядь, игра только вышла, тут уже у всех рейтинги 99, у Pro Evolution Soccer. Говоря о том, что ебать, как там, блядь, нереалистично, бла-бла-бла. Посмотрите, я впервые захожу в игру, я вижу все рейтинги 99, блядь. Ну, что за бред? От этого, мне кажется, и не очень интересно играть в Pro Evolution в длительной перспективе, потому что вам хватает буквально там пару дней поиграть в эту игру, у тебя уже фулл состав разъем. Блядь, как мне на почту зайти? В вашей команде появился Лео Месси? 8-7, спасибо. Так, я как понимаю, все это пакцы. Интерфейс максимально не предрасположен к пользователю. Так, ладно, давайте откроем бесплатный пак какой-то тут есть у нас. Так, смотрим на заставочку. Вау, блядь, нихуя себе, голова закружилась, серьезно. Можно без таких резких движений? Смотрим, что есть у нас? Звездочки, 5 звезд. Как долго, как долго все это работает. И это у нас Тел. Кто, блядь? Какой нахуй Тел, блядь? Там было 5 звезд написано. Почему мне какого-то бомжа дают Тел, блядь? 80. Что, блядь? Хоть наебаловый, блядь. Я думал, это какой-то рейтинг миллион. Так эпично и долго выходил этот Тел, блядь. Так, тут вроде заставку можно пропустить, но хочется посмотреть еще раз. Не, ну, волкауты прям какие-то супердолгие. Лига Эспаньола. 5 звезд. И это у нас Ромео. Кто эти люди? Что за бомжей вы мне даете? Лысый какой-то бомж, блядь. Какой рейтинг, блядь? 80 тоже. 80. Вот, пиздец, бомжей каких-то накидали мне. А, подождите, 99-х рейтингов нет. Я понимаю, это тот рейтинг, до которого вы можете докачать своего игрока. Ну, если я все правильно понял. То есть, вот есть Шевченко, Тоти, Снайдер. Они по дефолту вот таких вот хуевых рейтингов. Но в теории вы можете прокачать их до 99. Все, я понял, не тупой. Так, следующий пакетик открываем. И здесь у нас Кеза, здорово! Вот это мой братишка из Ювентуса. Так, очередной бомж какой-то Филипп Андерсон. Опа, головин упал. Здорово. 5 звезд. Это что-то интересное должно быть. И кто же? Легенда. Бля, фамилии не было вообще. Кто это? О-хо-хо! Криштиану Рунальду! Иди сюда! Здорово! Здорово, Криштиану Рунальду! Чё, 81 рейтинг? Серьезно. Прямо настолько все плохо у него, блядь. 81 рейтинг, Гриштиану Рунальду. Не, я, конечно, понимаю, что он скорость 70, ускорение 67, контроль мяча 75. Не, это какая-то шутка, что ли? Я сижу тут уже, не спиздец, минуты 2-3 ищу соперника. Может, я не там ищу, я охрен его знает. Как отсюда выйти, блядь? Я даже выйти отсюда не могу. Что за хуйня, блядь? Я выйти не могу, пацаны. Проверка состояния соединения. Какая проверка, что он там соединяет, блядь? Как мне отсюда выйти, блядь? Вы знаете, друзья, я так посмотрел и понял, что составчик меня вообще не устраивает. Поэтому мы задонатили 3300 монеток. И давайте попробуем что-нибудь поймать. Давайте всего понемножку. Тут, в принципе, можно сразу открыть 10 игроков за 900 монет. Давайте по одному я лучше буду пока что щелкать. Серхио Роберто, ну прекрасно. Ну окей, давайте 10 сразу вскроем, пацаны. 10 игроков в одном паке. Роберто Карлос, Несто, Кан. Кто-нибудь, придите ко мне в команду. Одни бищи падают, я уже начинаю разочаровываться. Так, фонари светятся. И это... Кто, блядь? Ты кто, блядь? Что за бомж мне падает? Я 10 игроков вскрыл, мне падает какой-то говнарь. Да, 79 рейтинг. Охренеть. Что это за бомжи, блядь? Алло. Ну давайте вот это вот теперь вскроем. 10 игроков атаки. И это, великий Снайдер. Ну ладно, спасибо на этом, как говорится. Какой у него рейтинг у этого чувачка? 84. Но в потенциале может быть 90, как я понял. А, тут можно еще вот так вот подписывать. За GHQ можете, допустим, БП взять за 450. Но у меня столько нет, у меня есть только 40. Так, немножко апнули Снайдера на единичку. Я не совсем понял, как это работает. Что я вот сейчас трачу, я не могу понять. Какие очки я сейчас трачу, что это такое, блядь? Сложно пока все это дается, ребята. Уже хочется сыграть матч. В прошлый раз у меня не вышло найти соперника. Так, ну что, давайте попробуем найти нашего соперника. Первый матч про Evolution Soccer, ребята. Я, подождите, я играю с компом? Или мне кажется? Или мне не кажется? Я не понимаю, а что с камерой? Почему так все убого? Так, ладно, похер. Давайте первый матч сыграем с компом для общего понимания, как эта игра вообще работает. Так, тут болл ролл есть? Нет, болл ролл нет. Ложный замах есть? Ложный замах есть, хорошо. Так, удар по воротам. На нахуй. Ну, примерно, чтобы я понимал, как эта игра вообще работает. Так. Блядь, а что с графоном? Почему он такой убогий? Мне ведь ни одному так кажется. Посмотрите, ощущение, как будто это какая-то мобильная игра. Охренеть. Это 23-й год, и такой графон обсосный. Так, Лео Месси. Лео Месси. Я не знаю, какой есть уровень сложности, пацаны, поэтому... О, ачивку дали. Первый гол, заебись. Блядь, я не понимаю, а есть микроконтроль какой-нибудь? Или что-то в этом стиле? Либо я слишком много прошу от этой игры. Чё здесь можно делать? Опа, нихуя себе. Тут я финт сделал. Ну-ка. Так. На Снейдера. Снейдер. Хорошо. А как скипнуть повтор? А Л1-Р1 не работает? Да, ещё один гол. Дубль. Ещё одну ачивку дали. Блядь, бессит, что после каждого удара, после каждого, блядь, углового, повторы три часа показываются. Блядь, а почему Лео Месси такой огромный? Подождите, я же не долблюсь в глаза. Почему он длинный? Ну, посмотрите, вот я сейчас управляю за Лео Месси. Он выглядит, как будто у него рост метр восемьдесят. У него рост там метр шестьдесят с копейками. Какого хрена чуть-чуть такой, блядь? Подождите, ребята, ну я же не слепой? Он же реально огромный, посмотрите на эту модельку, блядь. Чё это за хуйня? У меня в целом непредвзятое отношение к этой игре. То есть у меня нет такого, что пес по умолчанию говно, и типа я сейчас захожу и засираю игру. Ну, я говорю то, что вижу. К Лео Месси. К Лео Месси. А тут можно обойти уратаря? Типа... Хэт-трик. Пацаны, ещё одна ачивка. Так легко ачивки даются. Лол, в этой игре даже платины нет. Алё, просто обычные дефолтные эти кубки. Король сухих ворот, ребята. Вот так вот разъебали этот ПК. Первый триумф, ещё одну ачивку дали. Помню, раньше, когда я играл в Pro Evolution Soccer, там как-то чаще игроки хорошие падали. Чё-то я вот сегодня сколько не открывал, прям вообще одна срань падает. Так, вы начинаете с дивизиона 10. Всё, пацаны, я нашёл, где играть в онлайне. Блядь, нет, это не онлайн, пацаны. Я чё-то подумал, что это онлайн, а это нихера не онлайн. Как выйти из игры, пожалуйста? Только не говоришь, что, блядь, нельзя выйти из игры. Серьёзно? Я в аху, из игры нельзя выйти. Либо я слепой, либо я тупой. Как из игры выйти? Ну, в смысле, из матча. Эээ, что за легендарная игра? Я просто в аху. Всё, пытаюсь найти матч в онлайне, блядь. Где здесь матч в онлайне, блядь? Понимаю, пацаны, помогите, пожалуйста. Я тупой, блядь, что ли. Вот, посети, нашёл. Уполняется поиск соперника. Вроде как, вроде как. Я вот сейчас в онлайне буду играть. Я надеюсь. Я не спиздеть, наверное, минуты 3 сидел, ждал соперника. Ну, типа, это ненормально абсолютно. В эту игру, кроме меня, кто-нибудь играет вообще? Только я не знаю, куда я сейчас зашёл. Типа, в дивизионы, либо просто катка. Я хуево знаю, блядь. Я ничего не понимаю, блядь. Как сложно. Я как будто в другую вселенную попал. Так, это его состав, да? А почему по карточкам нельзя посмотреть? Почему просто текстом? Блядь. Как много вопросов и так мало ответов, блядь. Просто. Камера опять у меня слетела. Проблемы фифы меня преследуют. Так, Снайдер, хорошо. Разобрался и удар. Очень плохой удар. Очень плохой добивающий удар. И вот здесь вот головой на добивании. Блядь. Вот такой отличный пас. Шикарно. Блядь, сменить бы эту блядскую камеру, но пауза почему-то не как... Блядь, да как забивать в этой игре, блядь. Кипер странно сейвят. Как будто бы какая-то баганая анимация, блядь. Я не знаю. Так, всё, вроде нормализовал камеру. Так, у соперника ответная атака уйдёт. Ага. Что он будет делать? Можно отбор, спасибо. Отскок на ногу. Фифашные проблемы преследуют меня. Оп. Хороший пас на Лео Месси. Лео Месси. С каким-то невероятным ростом бежит. Эээ. Ну это фол. Красная карточка. Но если это не красная, то я уж не знаю. Судья. Иди нахуй, блядь. Жёлтая. Это красная карточка. Я не знаю, как бить штрафную. Ну давайте попробуем. На нахуй. Блядь, ебать говно. Хорошо и на нахуй, блядь. Я хотел что-то в фифашном стиле попробовать. Вот. Я вижу забегание. Я вижу забегание. Блядь, ну 35 минут я уже пытаюсь забить. Никак не получается, блядь. Как забивать в этой прекрасной игре. Что за... Что происходит? Какие прекрасные анимации. Ну вот же оно. Я чувствую. 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 Блядь, штанга теперь. Блядь, как забить в этой ебаной игре. На нахуй. Блядь, опять вратарь какой-то невероятный сейв делает. Блядь, так и хочется болл ролл сделать, но сделать его не могу. На! Господи боже мой. Я не понимаю. Это вопрос какой-то... Это мой первый заход. Я должен быть объективным, да, пацаны? Так, короче, Журу выходит вместо Лео Месси. Сейчас, блядь, все будет, пацаны. Я помню, Журу меня очень хорошо тащил в FIFA в начале сезона. Так, буду пробовать кик-офф. Чекаем, получится ли кик-офф. Ну, почти, блядь. Ну! Что? Что, блядь? Ебать. Не, ну, ребята, это хотя бы весело. Весь матч это один большой роффер. Так, Оливье. Ну, пожалуйста. Ну, ребята, ну забейте уже! Так, Журу. Не знаю, какой у тебя пейс, но... Можно. Можно. Ну, Журу, пожалуйста! Гол, наконец-таки, блядь. Супер замена. Еще дали ачивку. Забит гол игроком, вышедшим на замену. Хорош. Оливье Журу, наконец-таки, друзья. Мы это сделали. Казалось бы, что-то невозможное забили в этом матче, блядь. Ну, посмотрите, как он разобрался. Как он разобрался. Я перекладину на нахуй. Кто чемпион этой игры? Я чемпион этой игры. Мне заебали эти повторы. Просто вы не представляете, как долго эти повторы скипаются. Казалось бы, какие-то нахуй ненужные моменты показывают. Какой-то фолл, блядь, три часа мне показывают. Ох. Как хорошо сыграно. Бля, я, видимо, пережимаю кнопку удара. Я не знаю, блядь. Я по инерции выжимаю столько же, сколько эфифя. А тут, видимо, чуть-чуть надо послабее хуярить. Опять же, хочется быть объективным. Так, ну, за кезу как будто бы пробежать можно. Вот оно. Вот оно, ребят. Ну, ладно. Что произошло? Что произошло? Соперник ливнул или ошибка коннекта, или что это? Что это? Блядь. Как долго, как долго я ждал, пока тут хоть что-то произойдет. Вы просто не представляете. Ну, минуты три минимум. А три минуты, извините, в наше время это очень долго. И даже после того, вы победили этот матч отменял за плохой связи. Вот фифа, блядь, чувак, вышел. Все, сразу ГГ. Тут, блядь, чувак, вышел. Три минуты, нахуй, жди, пока там игра сообразит. Что произошло? Так, это сон, 94-й. Видимо, какие-то награды за какие-то там уровни, блядь. Это то, чего я явно делать не буду. Ван Дейк, 95-й. Так, надо тренировать способности. Я понял, блядь. Все, нахуй. Сейчас вкачаем, блядь, и будет легендой. Давайте, проводим тренировку, продолжить. Ебать, можно пейс прокачать до 89-ти, нихуя себе. А, это ускорение, а скоро 70 остается. Я нихуя не понимаю, по какому принципу это все работает. Бля, это все интересно, пацаны, это интересно. Давайте попробуем вкачать, потратить очки. Ага, прогресс пошел. О, теперь 91 рейтинг, лол. Что? Надо удар ему вкачать. Бля, я сейчас все вкачаю, нахуй, и на остальных игроков не останется просто этих карточек. 91 рейтинг. Вот, просто, опять же, говоря о том, вот ты заходишь в игру, буквально провел один час, у тебя уже игрок 91 рейтинга. Круто? Ну, вроде да, вроде, путь пойми. А я помню, раньше можно было вкачивать игроков другими игроками. Сейчас вроде такой штуки нет. Либо я пока еще не понял, где это найти. Я до сих пор не понимаю, как играть, типа, в онлайн-матчах, в дивизионах, типа, это как-то все сложно мне дается. Как мне вот здесь вот настроить, чтобы я играл не с компом, блядь, а с настоящими чуваками. Как это сделать, блядь? Блядь, случайно зашел. А если ты случайно зашел, то ты уже не выйдешь, да? Боже мой, как это? Блядь, ну в 21 веке, блядь. Не сделать выход из игры. Вы что, совсем ебанутые там, блядь? Блядь, ну это пиздец. Я не могу выйти, блядь. Ну я ебал. Короче, пацаны, я, блядь, у меня, у меня тельтуха небольшая, блядь. Мне нужно передохнуть. Я слишком много времени провел в этой игре, видимо, за один раз. Нужно постепенно к ней привыкать. Я не знаю даже, что и добавить. Вы сами все видели. Это крайне, крайне, крайне специфический проект. Но, возможно, к следующему выпуску, если он будет, конечно, вы мне дадите пару советов. Я, конечно, понимаю, как я сейчас смотрюсь в глазах трушных ефутбилеров, ефутбилеров, как правильно назвать? Типа, фифа-фиферы, ефутбол, ефутболеры. Проект специфический, скажем честно. Я просто охуел от многих моментов, которые я увидел в этой игре. Начиная там с графония, кончая управлением. Как-то все долго заторможено. Я, конечно, понимаю, что игра бесплатная, но если мне не изменяет память, там, предыдущие несколько лет плюс-минус все на таком же уровне и было. Даже когда игра была платная. Просто люди выкупили, что она нахуй никому не нужна, и начали пихать их бесплатно. Я, опять же, не исключаю, что я, возможно, еще раз зайду в эту игру, если вы там проявите хорошую активность по просмотрам, по комментариям. Возможно, вы мне действительно какие-то годные и дельные сареты дадите. Наверняка есть люди, которые уже поиграли и шарят в эту игру. Я чувствую прямо себя не в своей тарелке. Я понимаю, что геймплей надоебываться не имеет смысла, потому что я в эту игру первый раз играю. Но пока имеем, что имеем. В общем-то, с вами был я, Пандос Фиксович. Спасибо, что посмотрели данное на это видео. Оставляйте указы, классный комментарий. И всем хорошего настроения. Чао, какао. Я разобрался в игре, понял, что онлайн-матчи начинаются уже после 10-го дивизиона. Также завезли какие-то крутые пакцы. Я их быстренько вскрыл и получил себе уже две высокорейтинговые карточки в состав. Это Зинченко и, собственно, Неймар. Вот это было неожиданно. Я это думал. Где все эти игроки, которые имеют какие-то невероятные статы? Так вот они где.